всем привет это прохождение игрок тех новый горизонт я перешел на последнюю версию сборки 2090 вышла она еще где-то середине июня но я не спешил на нее переходить потому что не было списка изменений на эту версию сборки поэтому у меня было предположение что данная версия еще находится в тестировании но как только списка с изменениями выложили я перешел на эту версию сборки как всегда куча всевозможных исправлений изменений дополнений а но из того что я пока что заметил это то что например вертолетном ранце увеличили емкость бака раньше здесь можно было поместить только 6 ведер а сейчас 16 но и второе изменение которое пока что заметил это добавили новые детали а вот такие продвинутые транзисторы чтобы сделать продвинутую ретро схему требуется один такой транзистор ну а старые вот такие вот и smd транзисторы требуется по четыре штучки есть также такие продвинутые резисторы и прочие детали ну и соответственно крафтца не сложнее из каких-то других более сложных материалов а других изменений я пока что не увидел но в процессе игры думаю это увижу но пока что я хотел бы посмотреть какие новые квесты добавились сама просто книжка немножко изменилась теперь она выглядит вот таким вот образом но и здесь можно вот так вот список выдвинуть но если закрыть список исчезает поэтому здесь я поставлю замочек чтобы список всегда находился здесь можно пробежаться посмотреть какие сейчас есть задания пройдены и что новое добавится тир 2 закрыт и все что выше него в тире третьем но визуальном пробегусь посмотрю где какие задания и что новое добавится четвертый тир дальше закрытый для меня тир 5 6 7 fusion посмотрим что здесь но пока что новое растение я не вывел вот это вот задание я не помню было ли она или нет по идее я квест его книгу не обновлял но и здесь победить демона нужно будет сейчас эти вот таким вот образом выглядит а если раньше нужно было пролистывать страничку смотреть вторую часть задания то теперь все умещается как бы на одной страничке а первая часть задания убить демона 2 получить его сердце ну и теперь думаю можно обновиться и посмотреть какие новые задания добавятся так квестовая книжечка по идее должна была перезагрузиться здесь во втором тире новое задание и походу вот здесь вот так судя по всему здесь информация о том где под бедроком находится какая жидкость но я точно знаю что на луне находится гелий 3 и соленая водичка ставлю здесь галочку здесь задание закрыта во втором тире что здесь задание а вот одно походу наш нас капсул хлорина можно сейчас будет выполнить задание у меня один из капсул есть еще пять штучек нужно набрать задание здесь выполнено а награда кстати тоже не нужно теперь пролистывать все также умещается на одной страничке сумка 2 тира большие стальные капсулы на выбор она возможно 16 соленой водички хорошо награда получено посмотрим дальше какие здесь есть изменения а теперь 2 закрыт тир 3 вижу одно новое задание а вот этого раньше здесь не было сделать вот такой вот акселератор не дешевый крафт займусь этим как-нибудь другой раз посмотрим четвертый тир в четвертом тире теперь здесь немножко схема внизу поменялась на жидкости насчет заданий не могу сказать появились здесь новые какие-то или нет вроде как ничего больше нового не вижу но возможно какую-то новую только жидкость нужно будет получить но могу ошибаться а добавилось несколько тиров тир 8 тир 9 10 а фузион я не вижу больше тира смотрим дальше здесь ничего нового не вижу с броней все тоже по старому дела обстоят в мультиблоке тоже не вижу пока что новых заданий здесь вроде тоже все по старому новых товаров вроде как не появилось в магазине но может быть я ошибаюсь здесь тоже все по старому так вот это что такое а не знаю что за блок походу это новое задание на какую-то водяную помпу посмотрим дальше но с пчелами вроде бы изменения никаких не вижу может и добавить какие-то новые виды об этом что-то писалось в списке изменений здесь я ничего не вижу а здесь сайте выполнил задание вот это вот после похода в лабиринт собрал 9 магических листьев поэтому здесь считалось меня задание можно забрать здесь награду а но встреча задание здесь требуется 9 осколков королевского металла она здесь одно задание вижу новое вот такое вот она здесь скорее всего дан совет на как получить все аспекты а что нужно в какой последовательности исследовать у меня кстати не хватает одного аспекта он у меня не изучен надо будет пробежаться по этому списку посмотреть может быть что-то новое для себя открою смотрим дальше здесь все по старому здесь я на что-то изменилось вот это задание раньше было вот в этой части где-то даже теперь не смогу сказать какие новые задания здесь были добавлены задание на сиделы на алтарь третьего уровня потребуются определенные блоки не знаю раньше это было или нет возможно это что-то новое а ну и посмотрим дальше а в транспорте ничего нового нету а также как и веточки космоса вот этой веточки по моему раньше не было предпоследний на тоже наверно скорее всего новое хорошо с новыми квестами более-менее я познакомился но и теперь о том чем я занимался за кадром немножко занимался строительством фермы уже прорисовываться второй ярус но это была второстепенная задача основная задача конечно же была скрещивание тростника чтобы получить нужные мне характеристики не один день на это ушло работы еще много до цели еще не близко есть еще некоторые механизмы которые могут упростить в дальнейшем эту задачу вот такие вот всевозможные машинки например crop гены экстрактор туда можно поставить микросхемку с конфигурации 1 2 3 или 4 и записать первое это что за растение нужно ну а дальше 2 3 4 это его параметры а таким образом можно записать параметры на флешку ну и сама семечка при этом исчезает ну а дальше можно вот в эту вот машинку crop синтезер поставить 4 флешки и распечатать все семечку но этот механизм требует для того чтобы распечатать семечку жидкую материю я пробовал с растением первого тира потребовалось 500 миллибакетов жидкой материи чтобы распечатать семечку из заданных характеристик еще вот такая машинка crop репликатор она позволяет из одной семечки получить две семечки но кушает она уже больше жидкой материи чтобы получить семечку требуется уже 2000 миллибакетов материи так что вот это наверное вариант более выгодной но и машинки зависимости от уровня растения требует также определенные тир этого механизма в общем здесь подсказки все сказано тир растения плюс 2 деленное на 2 то получается примерно уровень механизма который требуется для этого растения а возможно я этим буду заниматься возможно нет сначала виду нужное растение с параметрами все равно она пригодится а потом уже решу ну и выгоднее будет конечно получать вот таким вот образом распечатывать семечки тому же здесь на первый тир всего лишь 500 миллибакетов потребуется материи но чем выше тир растения тем больше материи потребуется но и вот эта машинка кушает 16 ампер зависимости от напряжения то есть если подать меньше ампер то она просто не будет работать первое растение которыми я в будущем буду заниматься это redstone ли источнику вот такой вот пыльки а второе это хит стон ли из пыльки первое растение практически бесконечно можно будет получать а для себя алюминий и некоторое количество кислорода сейчас проблемы есть определенные с производством кислорода из-за того что у меня переполнилась танки водородом и азотом хоть как-то могу решить в будущем проблему кислорода ну а из 2 пыльки если отправить его в центрифугу можно получить пыльку магнезиума обе эти пыльки могут в скором времени пригодится для производства мультиблочной турбины на нее требуется вот такие магналиванные слитки которые можно получить в алой смотре просто закинуть туда пару пылик алюминия и одну пыльку магнезиума оба этих растения первого тира поэтому можно будет использовать какие-то вот такие вот базовые машинки на 32 его но все равно крафт у них немножко дороговат независимо от того буду я для себя делать эти машинки или нет я подумал то что жидкой материи нужно наверное будет запасаться уже в ближайшее время она мне надоел постоянная борьба с мультифермой как видно здесь опять проблема с яблоками появилась а здесь стоит без дела рециклер в который можно закидывать яблоки получать утиль сырье и в дальнейшем перерабатывать его на материю поэтому излишки яблок я решил просто отправлять в эту машинку вот таким вот образом а подведу трубу здесь у меня какой канал красный хорошо сюда ставлю помещать красный канал что у меня туда отправилась яблоки а ну и немножко здесь поменяю приоритеты здесь поставлю единичку здесь двоечку но здесь пускай оставит нулевой приоритет хорошо теперь яблоки будут у меня перерабатываться утиль сырье не лишним будет поставить здесь сундучок вот сюда вот и сделать в него авто выгрузку готова утиль сырья а еще поставлю мафлер апгрейд чтобы этот механизм не шумел еще за кадром я немножко перерабатывал ресурсы очень много времени потратил на переработку красной пыли сначала промывал ее потом дробил и центрифужу получилось очень много ртути но основная цель была получения вот такой вот редкой земли нужна она для одного из заданий в третьем тире вот она ну и здесь сказано что нужно 409 земли скорее всего речь идет уже вот такой вот для того чтобы получить вот эти вот всевозможные пыльки по заданию например пыль а гордито 45 штучек требуется а чтобы одну пыльку такой получить нужно закинуть 9 таких кучек пыли земли эту самую землю можно получить из грязные пыльки грязную получить подробив вот такой вот кучку пыли но эту получить можно отправив как раз таки вот эту вот землю которая получается перед переработки редстоуна отправить в хим в ванну с сульфурик асадом и получить со стопроцентным шансом две такие грязные пыльки и одно из 90 процентным шансом поэтому вот сульфурик у меня здесь есть уже на хим ванну нужно поставить помпочку перенастроить ее и закинуть сюда можно смело один такой танк а добавлю земле некоторое количество пускай потихонечку перерабатывается но и сама сульфуры кассада у меня уже некоторое количество накопилось я ранее уже говорил что здесь хочу поставить отдельный танк то есть я здесь уже находится сейчас почти 164 ведра здесь стоит теперь отдельный танк который можно соединить от трубой с миксером здесь ставлю вход-выход и здесь тоже самое можно закинуть тирси допустую капсулу чтобы миксеры в автономном режиме производил необходимую продукцию для меня но и здесь я начал потихонечку выстеглась с асфальтом следующая задача которая хочу сделать это модернизировать энергосеть и выполнить одно из заданий в мультиблоке вот это вот на большой стальной бойлер потребуется различные компоненты на него сколько стали потребовалось я не подсчитывал но кое-какие промежуточные компоненты у меня уже есть по задание первое что нужно скрафтить это фире бокс и 4 штучки готова а здесь задание отметилась ну и насколько я понимаю один такой афир бокс требуется для того чтобы сделать контроллер но остальные три штучки пойдут непосредственно в конструкцию здесь нужно четыре продвинутые электросхемы медные проводочки и такой фире бокс одна штучка контроллер готов можно приступать к следующему пункту нужны стальные пейп кейсинги для этого нужны пластины фреймбоксы и трубы готова но еще потребуется 32 вот таких вот машина кейсинга вот таким вот образом они крафтится последняя часть задания выполнена в награду здесь дают большие трубы которые передают 19200 литров в секунду пару сумочек третьего уровня и монеты забирая награду сумки спину и монетки тоже труба одна штучка пригодится но здесь есть посмотреть на контроллер тут сказано что также потребуется input хэтч input bass подводу input хэтч еще один дополнительно output хэтч а мы танц хэтч и мафлер хэтч а еще здесь сказано то что более выдает 24000 литра пары в секунду поэтому output хэтч нужно использовать как минимум два штуки на 16 ведер или один на 32 ведра подойдет все промежуточные компоненты я уже сделал на них задания не было это input хэтч один на 16 литров input bass 4 готовый input хэтч на 32 ведра это будет для водички но здесь я перестрахуюсь просто output хэтч на 32 ведра мы танц хэтч и мафлер хэтч я сделал тиром чуть выше чтобы меньше загрязнения отдавала мне возьму еще помпу ну и вроде пока что все можно спуститься в подвал здесь заготовлено местечко под стальной бойлер а вот здесь он будет стоять возможно в будущем будет сдвоенный стальной бойлер но пока что еще не знаю а здесь в будущем появится турбина но поставок я выведу нормальное растение и получу необходимые мне ресурсы ресурсы так одену отчетчики чтобы лучше видно в подвале а вот так намного лучше значит если у меня будет будущем сдвоенный бойлер то пускай у них будет общий input bass а ну и вот эти фиры боксы я не знаю можно ли использовать в конструкции где пару сдвоенных будет бойлеров но не знаю проверим ну и один по центру здесь будет контроллер по центру на здесь мы танц хэтч сзади поставлю мафлер хэтч здесь заготовлено местечко на вылета ведро воды сюда я поставлю иссушающий танк иссохший танк вот сверху поставлю одну вот такую вот трубу на него поставлю помпу нужно отверточкой настроить чтобы он забирал воду хорошо а здесь будет стоять input хэтч на 32 ведра развернул сразу же его вниз но водичка у него не поступает хорошо поставлю сверху конструкцию может быть что-то изменится дальше еще один input хэтч будет оставить вот здесь для жидкого топлива на может я его использовать конечно не буду но чтобы собрать конструкцию он требуется в любом случае дальше в центре здесь идет пейп кейсинг три штучки она и вокруг нужно закрыть все вот такими вот машинами кейсингами здесь наверное будет стоять output хэтч на 32 ведра который будет отдавать пар может быть в дальнейшем я конечно переставлю в кое другое место но пока что он пускай стоит здесь разверну сразу же сюда и закрою все остальное сверху вот этими блоками готово посмотрим конструкция собралась теперь нужно провести техническое обслуживание так а что с водичкой не так конечно я же не среди трубом вот что не так все водичка поступает осталось провести техническое обслуживание техническое обслуживание проведено можно теперь загружать топлива запускать ее но вопрос в другом что же этот бойлер будет снабжать паром есть четвертом тире задание одно она вот такую маленькую паровую турбину кушает она тридцать одну тысячу пара в секунду а бойлер будет выдавать конечно же меньше всего лишь и 24000 может быть турбине будет не хватать но все равно этим самым я увеличу скорость производства электроэнергии что позволит не ждать пока накопится энергии и более активно использовать доминную печь паровая турбина готова в этом задании какая-то ошибка есть нужно будет написать либо посидеть форум сборки почитать может быть кто-то тоже обнаружил уже данную ошибку а не засчитывается в этом задании турбина хорошо есть чего я всегда смогу снять а поставлю прямо на output хэч и и здесь и проводочка проводочек пущу наверх она здесь тоже сделать соединение здесь будет серебряный провод используется двужильный турбина будет выдавать напряжение 512 один ампер следующее что я хотел бы собрать это батаре буфер изначально я планировал сделать 9 из готовой но потом решил почему бы не потратить немножко больше золота но сделать на 16 готов поэтому из 8 жильных проводочков я делаю 16 жильные и соответственно батаре буфер на 16 готов кроме этого я хочу еще сделать кабельный диод на напряжение 512 4 ампера возьму еще алюминиевые проводочки так резина закончилась сера закончилась хорошо надеюсь проводочка хватит батаре буфер будет стоять вот в этом вот месте а вот это как раз идет от стального бойлера серебряный проводочек он будет отдавать энергию вот в этот батаре буфер можно сразу же подсоединить его батаре буфер может отдавать 16 ампер тока поэтому здесь я хочу его ограничить при помощи кабельного диода кабельный диод будет принимать только 4 ампера и отдавать 4 ампера напряжение 512 таким образом здесь я уже сделал небольшую подготовку но пока что потратил полтора стека алюминия чтобы сделать четырех жильные провода но думаю скорее всего это количество увеличится здесь можно соединиться с кабельным диодом а ну и следующее что я хочу сделать во первых вот это вот двужильные серебряные кабель соединить также с батаре буфером но уже например с этой стороны чтобы он подавался на напряжение а снять хочу с текущего батаре буфера а детектор энергии и поставить его на новый батаре буфер она и кроме того вот эту вот схему по управлению более рам я хочу перенести ближе куда-то суда а вот здесь наверное размещу настрою и будет она уже управлять не одним бронзовым бойлером а уже будет управлять двумя бойлерами остальным и бронзовым схема управления бойлером переехала на новое место а сейчас здесь сигнал редстоуна по идее бронзовый бойлер должен включиться если в нем будет топливо но и этот провод также уходит на становый бойлер но там еще не все закончено а сюда на блок управления нужно поставить вот такой вот ковер контроллер и настроить его на нормальный режим соединить при помощи провода из красного сплава вот таким вот образом по идее здесь все соединилась языкин топливом тоже должен включиться она сначала я хочу поставить на батаре буфер вот такой вот ковер детектор энергии настроил его соответствующим образом мне нужен вот такой вот режим нормальный режим и скобочка что-то написано теперь можно соединить при помощи вот такого вот красного провода в оболочке ну и ничего сигналом не изменилось закину сюда пару батареек пустых а можно закинуть сейчас топлива ну вот смысла нет закидывать потому что а он еще не соединен с батаре буфером а вот остальное можно отлично более запустился она он еще не разогрелся так что турбин даже нормально не может раскрутиться а потратил некоторое количество алюминиевых проводов осталось 4 штучек все конечно мне не удастся подключить но самое основное что я хочу подключить а во первых это все механизмы на 512 здесь стоит батаре буфер 1 с готовы а его я собираюсь отсюда убрать за место него будет напрямую сюда подходить 4 ампера напряжение 512 но и батаре буфер даже не успел зарядиться толком далее следующее что я хочу соединить это основную мастерскую поэтому этот проводочки отсюда убираю и здесь сделать соединение но здесь пока что мне не обязательно делать соединение потому что а схем пока что ничего не производит здесь я уже подвела напряжение на доминую печку здесь свой батаре буфер стоит с двумя батареечками хорошо морозильником я пока тоже не пользуюсь а по-хорошему мне бы еще сделать подключение а вот здесь вот что перерабатывать продукцию мультифермы но суда скорее всего мне не хватит 9 кусков кабеля поэтому даже не буду пытаться это сделать значит закину немножко побольше топлива остальной бойлер а буду я использовать вот такие блоки одного такого блока по идее хватает чтобы зарядить 4 такие батарейки поэтому надо будет наверно еще как-то возможно настраивать вот эти вот сигналы чтобы не тратить пустую топливо что касается старой схемы вот здесь стоит машинхау который уже мне не нужен он ограничивал силу тока до 1 ампера чтобы не сгорел двужельный серебряный провод потому что здесь 4 батареечки стояла и давала это все в сумме 4 ампера эти батарейки тоже закину вот сюда так надеюсь сейчас ничего нигде не сгорит она здесь можно убрать все ненужное батареи буфер не нужен но и сверху идет по идее трансформатор который повышает напряжение до 512 хорошо сейчас уберу лишние соединения здесь первым будет отдавать напряжение напрямую в тот батаре буфер сейчас только один бойлер работает я думаю он уже разогрелся но потихонечку напряжение копится можно сейчас закинуть топлива в бронзовый бойлер посмотреть насколько увеличится скорость хорошо бойлер запустился сейчас она разогреется водичка не бывает хватает она турбина просто сжирает весь пар который генерируется а я думаю бронзовый бойлер уже разогрелся чуть бодрее теперь идет зарядка нужно будет еще мне проследить на каком уровне зарядки все это выключится напоследок я хочу зачаровать и открыть 5 сумочек 3 тира блок фермы снова у меня их уже очень много скопилось полиэтилен пригодится шоколадная рамка 4 штуки рюкзак землекопа зелья невидимости две штуки на 8 минут корпус батарейки но это скорее всего на 128 и еще рамки шоколадные 8 штук что-то с наградой походу произошел после обновления ну да ладно на этом все всем пока но более непосредственно бутылку бутылку